Поклонение этим двум идолам. Поклонение пирам этих двум. Мир дома сему. Смиром занимается. Что-то я не пойму, вас не видать вроде никого. Что это такое? О, Михаил, кирмаев. И нативность говорит. Здравствуйте. Смиром. 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 Спасибо. Женщина это. Пусть подраздалась? Нина. Пришла или нет? Не у меня? Пусть подразделились? Теперь я подожду. Пусть подразделились? Что случилось? Котерина, ты тут не? Из-за этого? Или вот, я ть? Из-за этого? Что это правильно? Слышали. У кого? Не у меня, я прощаюсь. 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 Благослови это наше занятие по Слову Твоему Святому. Благодарим Тебя, Господи, за святых мужей, которые так дивно истолковали слова Твои Святым Духом. Благодарим Тебя, Господи, что никогда ни на одно мгновение Ты не оставлял нас без присмотра, как добрый пастырь. Помоги, Господи, такими же, как Ты, добрыми пастырями, быть всем священником, всем, кто носит эти лизы, позвлаченные кресты. Ты, митры, даруй, Господи, быть истинными, добрыми пастырями, исполняющими Слово Твое Святое, любящими, не князьями, просто церкви, диктаторами, а любящими братьями, настоящими отцами. Тебе слава за все, Отец и мой Святой Дух. Аминь. Слава Иисусу Господи. Деяния святых апостолов, 10 глава, с 1 по 8 стихи. Вячеслав, читай. Меня слышно? Отлично. Тебя слышно, но не видно. Ну так, включайся. Включайся. Читаем. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милости ненароду и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около девятого часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему, «Корнилий». Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал, «Что, Господи?» Ангел отвечал ему, «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина, из находившихся при нем, и рассказав им все, послал их в Иопию. Толкование. «Этот Корнилий не был ни иудеем, ни из подзаконных, а между тем уже вел такой же образ жизни, как и мы. Вот двое уже из людей, облеченных почестями, веруют во Христа. Казнахранитель и феоплянки, и этот. Мы не заботимся о своих домашних, а этот заботится и о воинах. И этого человека он для того делает известным и сообщает о нем подробные сведения, чтобы кто-либо не сказал, что в Писании священном встречаются погрешности против истории. «Надобно знать, что полк состоял из двухсот воинов, а сотня — из шестидесяти. Видит ангела для восполнения веры Петра. Или лучше не для него, но для более слабых в вере. В час девятый, когда он оставил заботы и находился в тишине и покое. Так как истинное око и великий судья знают, что и великие дела, не имея веры, мертвы, то он и посылает ангела, который утверждает за делами их значение, чтобы увенчались верою тех, которые хорошо подвязаются. Потом слова ангела уничтожили страх. «Посмотри, куда идет молитва на высшее небо и становится предсамым престолом царским. Обрати внимание и на ангела. Он сначала возвышает и возносит мысли его, Корнилия, к Высшему. Потом уже говорит то, что он говорит дальше. Они любили пустыню и тишину». Все. У кого какие комментарии, замечания? Вячеслав, говори первое. Ну, тут как-то не очень понятно. Идет явно из отрывков. Но тут разные отрывки толкований. Надо как сказать-то? Подвести итог, что ли? Кто может рассказать своими словами в общих чертах, о чем тут говорится? Потому что тут разрозненно как-то идет. Понимаете или нет? Понимаю. То есть, большой перекок и большое толкование, и что к чему относятся, не совсем понятно, да? Да. Ну, давай. Ну, давай. Что, заново? Что тут? Что именно, не понятно. Ну, да, да, можно. Ну, вот, Кожевник, Симон Кожевник, он иудей. Ясно, что апостол Петр находился у этого иудея по причине благовестия. Благовестовал. И когда утомился, ну, там дальше все понятно. Он находится на кровле, то есть, как второй этаж, там тенек. Вот, хорошая такая обстановка, ждет, когда, ну, можно будет отдохнуть до конца, там, поесть. И тут как раз Господь посылает вот ангела. Вот у меня другой вопрос. Вопрос, почему вот ангела так часто встречается, Господь посылает, и Господь говорит, ангелы будут служить мне, будете ангелов видеть, которые восходят и не сходят. И действительно, когда Господь был, ну, и вот апостолы, и ангелы, вот, постоянно присутствие ангелов. Вот почему, когда вот такие страшные времена настали у нас здесь, в России, вот Господь не посылал никому вот ангелов. Нету никаких у нас оснований говорить, что вот там ангелы пришли, там, там. То есть, вот тут бы защиту бы церкви какую-то, а не было ничего. Вот тут бы нам этого к Симону Кожельникову бы отправить кого-нибудь, чтобы рассказать, что нужно делать. Но ничего мы не видим. Тюрьмы переполнены, убивают всех подряд. И получается, один Сергий Шрогородский из епископов остался до 41-го года, а остальные все убитые епископы или в тюрьмах сидят. Никому не дано право нигде ходить. Благовестие все полностью разрушилось, и вот как-то такого не было. Более того, Библию не найдешь уже было. Вот я жил в 80-е годы, юношей уже. Одни только разговоры были какие-то, ничего не осталось. А тут ангела посылает Корнилию. Корнилию это был язычник, воин. Ну, к воину посылает Господь ангела. Это какому надо быть благочестивому воину? У нас только воинов не было благочестивых. Показывают все, крестятся стоят, целуются с Николаем Вторым на Пасху. Казалось бы, там ангелы должны полки ходить целые. Ничего нету, никакой помощи свыше. Ну, дальше, теперь Корнилий слышит такую речь от ангела, посылает двоих людей. Ну, там дальше уже понятно. Апостол Петр тут же подхватывается, знакомится с этими людьми. Ну, они зашли, написано. И дальше идут они все вместе, идут, приходят к этому Корнилию сотнику. Корнилий сотнику уже собрал людей. Почему? Потому что ангел явился, он верит этому. Так Господу верит, так он верит и ангелу. И теперь дальше происходят вот эти события. Вот вопрос у меня, почему ангелов-то нету? Кто может сказать? Отведи. Ну, можно и не отвечать, в принципе. Скажите, почему нет? Михаил знает, почему ангелов-то нету. Ну, я могу сказать, что я думаю, как? Думаю, что... Потому что отверглись Слово Божие, и не стали жить по Слову Божию. А стали жить по своим прихотям и похотям. Поэтому и Господь ничего и не посылал никого. А все было дано уже через Священное Писание. И Священное Писание можно было учиться и всему, что говорит Господь. Чтобы жить благочестиво. Ну, я так думаю. Можно. Все. Я хотел сказать, а вот как раз Господь не показал ли вот этим 14-м годом, когда всеобщая эта мировая бойня началась, мировая, Первая мировая война называется она в истории, может быть, этим Господь и показал, что вот этого благочестия в массе не было. То есть все кинулись друг к дружку тузить пушками, пулеметами и так далее. С великой радостью везде все воспринято. Что в России там в этом тронном зале на колени упали царь-батюшка, молодец, благословили его на войну. Один раз Путин, которого всего оболгали, сказал, если будешь воевать, царь, это папа он его называл, то погибнешь. Ты, вся семья твоя, и я с вами погибну. Раз Путин, кто такой, оболгали этого, как старцы называют его, со всех сторон. Ну хоть бы там, хоть правду бы немного оставили. А ведь он единственный, кто говорил пророческие слова, как оказалось до конца. Остановить надо было эту войну, и тогда бы благочестие как-то высияло. Нет везде. И во всех странах Европы, получается, все вот эти христианские страны с удовольствием кинулись убивать друг друга. А до этого, ну там документальные фильмы я смотрел, перед Первой мировой войной, ничего не предвещало, все политики в один голос говорят, ничего не предвещало, что будет такая бойня. Даже до конца, до где-то 1909 года, коалиции эти вот не состоялись. Которые там Антанта, потом там тут Тройственный Союз. Кто не знал, кто с кем там дружит. Все дружили хорошо. Тем более, что это викторианская эпоха. Королева Виктория, ее правнучки, внучки, внуки заполнили все королевские и президентские дворы Европы, всех стран. И вдруг такое злоба. Откуда она родилась? Ну, как говорит Златоуст, никто не знает, откуда она пришла, эта злоба. Как она зародилась? Откуда ее сатана взял? Но он отец лжи, человек и убийца изначально. И поэтому все, кто подхватил эту злобу, и сейчас вот это опять то же самое начинается. С радостью принимаются эти воины и так далее. Нельзя с радостью их принимать. Все равно нужно печаловаться, потому что поднявший меч от меча погибнет. И благочестию когда вас сиять? Вот ждали столько, чтобы пришел маленький человек где-то в сибирской, в далекой северной земле. И тоже можно сказать почему. Потому что здесь воин не было. Вот как раз в Сибири тут войны и не дошли. Тут оказался народ не такой злонравный, как в тех краях европейских. Вот Господь и послал нам человека с истинной славы тебе Господи. Мир вам всем, братья. Мир вам всем. Рады видеть. Где мы сейчас проходим? Десятая глава начали. С первого по восьмой стих прочитали. Десятая? Да, Десятая Деяния. Мы натихнули сейчас после чего. Вот. Слухо. Ну, я бы вот еще на что хотел обратить здесь внимание. Вот сказано, что воин этот был Корнилий. Писание называет его благочестивым и боящимся Бога. И вот оппоненты, которые считают, что убивать на войне можно, они приводят вот это место священного писания, говоря, ну вот же воин, благочестивый, ангела к нему Господь посылает. Он назвал, что он боящийся, как бы, почему вы против защиты Отечества? Что вот таким вот людям, как конкретно именно вот по этому стиху возразить? Когда им другие места писания приводишь, то о любви к врагам, там, еще какие-то. Ну и им это недостаточно. Им надо, ну вот же, воин, конкретно написано, благочестивый, боится Бога. Ну почему нельзя в армии, там, служить, там, за оружие браться или что там? Кто может вот убедить вот этих вот людей не браться за оружие? Или их уже ничто не убедит? Это совопросники, так скажем, и не нужно с ними вообще на эту тему говорить. Или как-то все-таки попытаться. А растолковать вот этот вот стих. Кто попытает? Игнатий Тихонович, вот вы можете ответить? Можно, Ефесянам 3.15. Кто-нибудь посчитает? От которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. А вот какому ты отдашь сердце? К евреям 11.15. Хотя в 14 стихе уже направление дано. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. Если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Вывод-то какой отсюда? Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. И далее про всех показывается. Что значит земное и небесное Отечество? Вопрос решается в пользу небесного. В пользу земного решают люди земные. Да как так? А кто-то будет защищать? Ну, Тациат об этом говорит, что мы защищаем. Об этом и Киприян Карфагенский, и первые отцы говорили. Мы защищаем молитвы им. И говорят, защищать свое Отечество. А Корнилий какое Отечество защищал? В чужой стране был оккупант. Оккупант стопроцентный. Эта Римская империя распростерлась далеко, как Иуда Медгур в фильме говорит. И когда падет Рим, в босс-глаз радости наполнит Вселенную. Тут надо говорить не о том, почему ангел не является больше. Это Божья судьба, не человеческие. Такой вопрос ставить нельзя. А нужно говорить самое главное, с какими мыслями, что придет, ангел передал и возвестит слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Вот на этом нужно заострить внимание. Это главные слова, то, что сейчас считаете. А это 2000 лет не было там, в господствующей церкви. Все свернулось к тому, чтобы угодить императору. Чтобы жить тихо. Тихо, то есть нигде не восстать. Почему-то пророк Илья об этом не заботился. Пришлось бежать через всю страну. Прятаться от своего царя. Где этот ангел-то? Вестник переводится. А вот эти вестники сегодня дети Божьи. Тогда этого не было. Ему надо было идти. Потому что он и не знал даже о христианстве. Церкви как таковой там не было. И поэтому такое путешествие пришлось сделать. Это начало церкви для язычников. Вот суть-то в чем. Что сегодня этому не подражают. А ангел явился. Это чудо. Да, чудо. Мы, говорит, вели, великое чудо на небе. Явились ангелы и воспели слава Высших Богу. Златоуст говорит, я не ищу чудо, оно мне не нужно. Я верую. И верую, побеждаю остальное. То есть наша вера несравненно больше, чем у Корнилии. Нам ангел здесь совершенно не обещан. А написано, когда услышите, не зашесточите сердце Ваше. Мы услышали, у Корнилии не было Библии, не было Евангелия, ни Нового Завета. У него ничего не было. Ну а поэтому он знал, что ангелы есть. И в это время являются ангелы. Вот это промежуточное звено сегодня устранено. Но оно может появиться там, где находятся люди, у которых нет Евангелия. А им является ангел. Это хорошо написано в житии Иннокентия Вениаминова, митрополита московского, просветителя северных народов. На один остров, в Кандалакшу, где они там приходят, они говорят, а у нас вот есть тут один, он у них как шаман считался, а он не был шаманом. И он, говорит, видел, на корабле приедут люди, а лица у них вот такие. И он будет говорить, так-то. А потом приходили светлые люди, мне сказали. И он дальше стал расспрашивать, где, как, что, и понял, что действительно являлся ангел. А почему русским не являлся? А зачем? Когда у нас Евангелие есть, мы берем и читаем. А тогда этого не было. Вот ответ. Те защищают Отечество земное, а мы молимся, помогаем. Помогаем императору, помогаем те, которые находятся в других местах, которые не хотят, чтобы эта беда пришла в Россию. Мы молимся ежедневно. Дай мир Израилю, России, Украине и Сирии. И где идет война. И чтобы не было беды. Чтобы люди готовы были, которые там воюют, к встрече со Христом. И их в плен никто брать не будет. Это Гитлер брал в плен, а эти никого не берут. Это как исчадие ада, вырвались на свободу. А мы должны помогать молитвой, чтобы и они пришли к покаянию. Я вот выставил ролик, где я говорю, что хорошего есть у мусульман. Посмотрите на нашем видеоканале. Я спрошу, кто это видел? Последний ролик. Так, еще кто? Вот так. Я перечисляю, что нам, да мусульман, очень далеко. То есть бесконечно далеко. Вернее сказать, никогда не достичь. Никогда. Сразу говорят, а знаешь, как в Египте воруют? А я про Египет не говорил. Это уже европеизированная. О, Европа! А вот возьмите там, где у них шариат, где Саудовская Аравия, Тунис. Там в помине нет воровства. Никто это не знает. Руку сразу отрубят. Я не за это. А посмотрите, как они заботятся о женском роде. Девственность сохраняется 100%. А сегодня, вот сейчас, как я слушал батюшку, выступает. Блуд за грех не считается. И не в институтах, в школах. В школах, в туалете творят. Даже не идя никуда. И смеются над этим. Я сейчас только слушал. Батюшка один известный тот. Говорил проповедь. Все погрязло в блуде. И как они на нас смотрят, мусульмане. А сотворить, как у них ежедневно, намаз пять раз на молитву. Да нигде не сделаешь. Даже мы в Потеряевке сделать не можем. Это только вот наше окружение. Кто около нас есть, мы работаем. Раз удалились, опять помолились. Сто поклонов. Дальше работа идет. Нам далеко-далеко до них. Недалеко, а вообще бесконечно далеко. А это полностью страны. Все до одного на молитву. Пять раз в день. Да это вообще вообразить даже нельзя. А вот эти, которые молятся, три раза на ночную молитву становятся. Ну? А кто нам будет подражать? Он говорит, или будет такой, как мы, или сойдет с ума. Это не где-то щит и меч. Газета пишет милицейская. Вот, прочитали про Корнили. Да, военные. На него указывают. Но вы указываете на период жизни, когда он не знал Христа. А когда узнал? Встать от жития. И он, говорит, оставив службу, дальше переселился туда-то, и в дальнейшем пострадает, будет мученик. То же самое с Лонгеном. Воин стоял около креста. Это все скрывают. Умышленно скрывают. По другими именами. Киллер, убийца. А вот, знаете, это нетрадиционная ориентация какой-то из этих... Блудники, садомиты, проклятые Богом и сожжены будут. Назовите своими именами. Женщины, которые наживают ребенка без отца, озвучил на весь мир. Степаненко Максим. И называется русским словом, а оно в церковь сядет. Блядь! И все запятнало. Его сразу убрали. Почему мир закричал, архиерей его отстранил. А на его место поставил такого, который малой доли не знает того, что у Максима. Вещи надо назвать своими местами. Именами, говорит. Раньше при Хрущеве было, при Брежневе. Несуны. Я, говорит, думал, курица несется. Курицу своровали. А то несуны с завода тащат. Воры. Вор. И здесь нужно сказать, был военным, но, уверовав в Христа, он стал гражданским. Это-то не договаривают. А песком где-то... Все до одного... Я еще ни одного не встретил, кто бы сказал до конца. Песком где-то там в пустыне крестили кого-то. Я говорю, Духовный луг, 176-я страница. Да, они это сделали монахи. Но когда пришли, пископ Дионисий им, говорит, не выдумывайте, идите и крестите на Иордан с троекратным полным погружением. Это отрезают. Ни один еще не знает. А вот первого ухватили. Почему? Песочные слюнтяи. От воды и духа, не от слюней и песка. Отошел. Спаси Христос. Дмитрий Тихонович, я хотел это сказать вам. Не 176-я страница, а 176-я глава. Ну, глава там, или как они называют. Может быть. Может быть. У меня указана страница. Может быть, разное издание. 1915-й год. Духовный луг. Не сегодняшний. Я не утверждаю этого. У меня написана страница, я так и произношу. Какая разница? Цифры это больше там не встречают. Это или глава, или стих. Эта страница. Но главное-то вот в чем. Или когда говорят, равноапостольный император Константин. Он не то, что равноапостольный. Он не христианин. До смертного часа. И на соборах руководил везде. Был язычник. Он крещение принял уже в смертный час. И крестил его ариананин, еретик. Это все искусственно поделать. И сейчас открыто православные об этом пишут. Ну, маленько глаза откройте. А он задавал тон. Его сын уже пришел к Констанции. Зашел, Эфес, в шашки в руку. И канон, это я. Все. Епископу под скамейкой. Надо договорить до этого, до конца. И встать на ноги прямо. Они, говорят, поколебались и пали. А мы встали и стоим прямо. Они терпеть этого не могут. Поколение рабов. Главное, это епископ. Главный князь. Князь. Так и называют. Церковный князь. И князья ваши. И дальше Бог говорит. Лютые волки. И щадящие стадо. А тут, говорит, не оставляющие кости до утра. Они одинаковые. И когда ты это видишь, тогда ты будешь искать ответ только в Священном Писании. Ибо по нему Бог будет судить. В важных вещах святые отцы разнились. Мы чем от католиков отличаемся? У них троицу признают. Но они, говорят, исходящие от отца и сына. Ой, умри, но не принимай это католическое. Да Григорий Низкий, брат Василия Великого, канонизировал нас, он так же понимал. Половина святых отцов понимала, что от отца и сына. Меня спрашивают, а как? Писание говорит, и так, и так. Это запредельно далекое, и рассуждать об этом не надо. У нас принято от отца, значит, так и приняли. Но не судите, где говорят от отца и сына Филиоквы. Попрошу. Так, вот у меня вопрос по толкованию. Здесь, Игнат Тихонович, вы выделили жирным и подчеркнули слова, я их сейчас зачитаю, но комментария не дали. Может быть, сейчас вы нам прокомментируете, почему именно вы обратили внимание на эти слова. Толкование такое, этого человека, то есть речь идет, вероятно, о Корнилии, для того делает известным и сообщает о нем подробные сведения, чтобы кто-либо не сказал, что в Писании священном встречаются погрешности против истории. Не могу ответить, мне надо посмотреть. Ну вот у меня недавно случай был, тоже... Мне надо увидеть, как там выделено. Меняется шрифт или крупно-жирным, или подчеркнуто. Это все разница. Ну-ка, подсадь. Крупно-жирным и подчеркнуто. Подожди, держи, держи так, держи так, сейчас я посмотрю. Алексей показывает вам. Ну да, да, не сказал, что ли. То есть подробно... Там она не полностью на половину открылась, сейчас. Деяние какое это? Песятая глава. Деяние какое? Песятая глава. Какой стих? Сейчас, сейчас открою. Давай. Первого по восьмой. Мне надо глянуть. Первого по восьмой. Первого по восьмой. Девятый, да? Дальше? Да, да. Ну дальше, да. Дальше откройте. То есть все. Хорошо, надо посмотреть. Короче. В Писании священном. Так. Впереди-то какие слова стоят? Я выделил-то не все. Вот он. Чтобы кто-либо не сказал, кто-либо. То есть такие люди, которые будут встречаться, не сказал, что в Писании священном встречается погрешность против истории. Ну и тут понятно, что я делал выделения там такими крупными и прочее. Что касается Библии и что касается благовестия. Только два момента брал. А тут говорит о Писании. Что мы Писанию верили абсолютно безоговорочно. Никаких погрешностей нет. А то это не история. Понятно. А то вы берете мне полпредложения. Мне даже уже трудно вспомнить. Чтобы кто не сказал, что в Библии есть какие-то неправды, несоответствия. Нет этого. Трудно ли было догадаться первые века, что у нас сегодня идет не 2015 год-то. Мы ошибочно это считаем. Вы знаете, откуда эти цифры-то появились? В церковной. Был такой монах. Вам интересно это узнать? Давайте расскажите. Интересно. Почему мы сейчас в 2015 живем? У меня это в книгах отображено. Это просто надо просчитать. Вот. Монаху дали задание. Высчитать пасхалию. А пасхалию это надо знать круг годичной Луны и Солнца. Но никто этого не знал. А там особая система была. Пасхалию высчитывать надо. Календарь-то был. Чтобы было полнолуние. Ниссана. Ниссана там март месяц. Когда Христа распяли. Так как после распятия три дня было. Надо, чтобы три дня прошло. И в первое воскресенье. Почему Пасха-то плавает-то? А это в зависимости от Луны. Этот календарь там совершенно был неизвестен евреям. Юлиановский. Римский император. Но он когда считал, разложил, видимо, как Менделеев эти таблички свои. Ну и смотрит, когда ему дали задание. Он выполняет его. На соборе надо озвучить. И, наконец, он заметил. Идет повторение. Он увидел. И он дошел еще раз. И третий цикл. 532 года. Он до того удивился. А в это время еще. У христиан 532 года. Летоисчисление шло от Диоклетиана. Главного гонителя христиан. Вообще вообразить даже нельзя. Эра Диоклетиана была. Как эра. Ну, тысячелетний рейх Гитлера. Вот. И поняли, что почему не от Христа. И еще не поняли ничего. И говорят. Так, видимо, это знак Божий. То, что вот сейчас первый год и начинается. 532 года назад взять. Это Христос родился. Это знамение было признано. И начали следующий год. После того, как монах рассчитал. 533. И выявится только уже в 20-м столетии, что ошибка в 4 года. Когда начали новые раскопки находить и прочее. Нашли там Орлиное гнездо, где у Ирода было. Когда восстание было. Там можно было уже легко определить. И оказалось, что во время августа Ирод. А Ирод умер уже 4 года. Ну, не при мертвом же он родился. Он был, он гнал. Это 4 года разница. Вот мы должны все время помнить. Идет 2019 год. 4. Эта ошибка уже доказана. Это Евангелие от Луки. Там перепись была первая. В правлении Квериния Сирии. Сирии в то время было. Ошибка до надо была допущена. Потому что они взяли ничего. Подумали, что это знак Божий. И оттуда идет теперь от Рождества Христова. По ошибке 4 года. Не 10, не 15, как Герман Стерликов там считает. 4 года. Но ни на чем не отражается. Зачем нам это? Мы знаем. От Рождества Христова. 4, 5. Туда-сюда нам никакой роли не играет на спасение. Всегда нужно спрашивать. На спасение мое влияет? Нет. Не влияет. Это растепенное. Главное все, что касается Креста Христова. Любви. Это такая тема, которая урок этот затмит, если о ней все говорить. Вот почему выделено. Священное Писание абсолютно. Каждая буква истинная. Погрешности нету. А как же, говорит, там выше бесноватых два. А другой в английском говорит один. Ну и что? Он один выделил более сильного, одержимого, который кричал. Это естественно. Я говорю, мы идем с кем-то, двое. И мне встретилась группа два человека. Я с одним разговариваю. Если я буду рассказывать, я буду говорить, что мне встретился мой друг, который со мной рядом шел, он ни одного не знает. Он говорит, мы же там два человека встретились, потому что ему разницы нет, а я выделил того, которого знаю. Вот ответ. В Писании все достоверно. Ни одной буквы нельзя никуда отменить. Ивна Тихонович, вам вопрос еще. Давай. В поле уж про Стерлигово зашла речь. Он утверждает, что русская православная церковь приняла уже веру от греков, уже от еретиков. Чтобы греков рукоположили уже еретики. А мы от еретиков приняли это рукоположение. А кто это говорит? Стерлигов, Герман. Ну, а Герман-то, а кто он такой? Какую веру он исповедует? Он миллиардер. Я учебник какой-то издал уже. Ему одно имя я даю. Я про него уже писал. Разрушитель. С большой буквы. У него ничего нет. Никакой веры нет. Ничего. Он награбил, грабанул. И вовремя он умный. Отскочил в сторону. Его не успели пристрелить. И он сейчас вот теперь-то в Карабах. Уже тут ищут у него там эти убийцы. Тренировались уже. Его обвиняют. В чем только нет. У него веры никакой нет. У него вера там, где с него ничего нельзя взять. И у него где деньги попросили, я так высчитываю. Он сразу отошел. Он к старобрядцам подошел. Видимо, кто-то попросил. Он теперь старобрядцам не церковь. Патриархия не церковь. Зарубежья не церковь. Греческая не церковь. А где церковь? Он знает, говорит, никому не скажу. Епископ какой? Кириак, все еретики. А он знает одного. А Германа? Он тот епископ Германа знает. Но не говорит. У него ничего нет. И нигде это ни в детях, ни в жене, нигде это не видно. Он не верующий совершенно. Разрушитель. Библия переведена неправильно. А он не знает ни еврейского, ни греческого. Ничего не знает. Он разрушает в людях веру. Даже какая маленькая есть. Вовремя награбил денег, ушел. А теперь заколотил окна там в своем поместье, где дальше. И все это кончится ничем. Да, он предприниматель. Да. Знает свою денежную золотую единицу. Хотел сделать, как в Каддафе. А зачем нам о нем говорить? Он обольститель и разрушитель. У него ни одного истинного слова нет. Он там знает все абсолютно. О чем бы ни говорим, даже знает, как правильно рожать. И вот о чем он рассуждает там. Начинает о печах, там о членском хозяйстве. Но я в сельской местности. Я печник 40 лет. Я вижу, он кирпича в руках не держал. У него нет вопроса, который бы он не ответил. Вот и весь ответ. Лжец. Понятно. Нет массы. Да. Ну вот еще, вы выделили, что в Священном Писании говорится все. Говорится все и обо всем. У меня вот тоже с одной женщиной беседовал недавно. Спросил, говорю, вы Библию-то почитаете? Она говорит, верующая, все. Читали, говорит, да я, говорит, начала читать. Я дочитала до того места, где две дочери напоили отца и развратили его, чтобы в рот продолжить. И бросила читать. Это ж надо такую пакость написать, чтобы детей развращать, ну люди же читают, они же от этого развращаются. Я говорю, ну я прочитал, не развратились. Вы прочитали, не развратились. Что вы считаете, что развращаются-то? Я говорю, наоборот, это доказывает, что это было и правда. Одни вот так понимают, другие так. Мне, когда я первый раз прочитал, было дано сразу понятие, это в 62-м году, что если о таких вещах Библия говорит открыто, и что было с Давидом, я понял, это единственная верная книга, которая никого не щадит, а высвечивает все, как есть. Ну кто только знает, что Инесса Армен была любовницей Ленина, это Ульянова, что там ребенок был, он умер в Швейцарии. Это нигде. Только сейчас все приоткрывается. И какой он маразматик умирал. А тут написано, Давид лежал, грелка нужна была, а Висагу самую красивую нашли, лишала грелка. Ну воды бы налил я ей, зачем она должна быть рядом с тобой с горящим мочевым пузырем-то? Нет, он ее не трогал. До 70 лет в то время уже старик был глубокий. И это подчеркивается. Она Библию у меня с первого дня захватила мне и показала. Ничего не скрывает? Никак. Авраам, ты скажи, что сестра, у фараона ее забрал, и ты там будешь, а мне будет хорошо. А сейчас начинает говорить, шлюхи Ветхого Завета еврейские, все эти шлюхи. Как не называй, но Библия ничего не скрыла. Ее Бог сохранил. Вот и ответ. Библия ничего не скрыла. Два народа возникли, какие были, но и он не прав. Да, не прав был. Не прав. Где он прав-то был? И он еще не знал, что такое вино, видимо, вкусное было вино. Но они не могли выйти, и так и сделали. Да, до кровосмешения было, но нигде больше не прославляются они. Эти два народа, они отвержены. Вот и все. Библия истина. Каждое слово. Все Писание Бога духовновенное и полезное для научения, для исправления. Все. Я говорю, что мне пришлось вести занятия буквально всюду. И вот пригласили в Академгородок, называется, под Новосибирском. Ну, назначили день, а там профессора, академики, там заслуженные, там весь зал, огромный зал, и там одна элита сидит. Ну, когда я приехал, стал говорить, ну, и у меня Библия была, я ее поднял и говорю, вот этой книге ответ на все вопросы, какие только человек может задать. Мужчина один сразу подал голос, говорит, нет, этого быть не может. Я говорю, ну, а если я отвечу вам на три любых вопроса, три вопроса, не буду же я сорок отвечать там, то вы сможете встать перед народом и попросить прощения или как, сознать, что вы не правы? Конечно. Ну, он начал задавать вопросы. Первый ответил, я ему сразу стою за кафтер и говорю, какое место откроете, а он дает ответ. Второй вопрос, я его тоже на вскидку сразу ответил, и третий. Он встал и говорит, я был неправ, и вышел. Я говорю, а почему он вышел-то? Ну, он говорит, такой. Я говорю, откуда у него Библия? Так он к баптистам ходит, ученый. Вот и все. У меня не один раз было, работаем в библиотеке, библиотеку надо было брусья поднять, вот, и она начала там, вот тогда Ярославского было, Губельман, его настоящая фамилия, Ерей, забавная Библия, там, Лев Кассиль, а вот я знаю столько противоречий, я говорю, давайте. Она пошла, ничего не может найти. Она искала, искала, пришла, говорит, стояла же на полке впереди, и куда она делась? Ничего не нашла. Вот так выступал профессор Владимир Филимонович Марцинковский. Он имел от Ленина, насколько достоверно, не знаю, разрешение проповедовать в университетах. Единственный был такой в годы советской власти. Он ездил с музыкантом. И когда он стал говорить, в это время попросил слово, студент вышел, и начал такое колесис унести, я говорю, думаю, что же ему отвечать-то, он как помешанный какой-то. Я, говорит, стал молиться, «Господи, сделай как надо». Он постоял, я хотел, знаете, еще не надо. Махнул рукой, говорит, и пошел. Мне, говорит, отвечать не пришлось. Вот и все. Ты молись, Бог все это устроит как. Главное, ты верь. Библия вся богодухновенная. Не прибавляй, не убавляй к ней. Аллилуйя. Василий Христос, Михаил Кальмаев, 9-16 стихи, читай. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около шестого часа взошел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление и видит отверское небо и исходящий к нему некоторый сосуд. Как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные звери, меснукающиеся птицы небесные. И был глаз к нему. Стань, Петр, заколи и ешь. Но Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Тогда в другой раз был глаз к нему, что Бог очистил, кого ты не почитай нечистым. Это было трижды. И сосуд опять поднялся на небо. Полкование. Посмотри, как дух сводит времена и делает, что это совершается не раньше, не позже. Изумление при виде чуда и то состояние, когда человек не владеет своими чувствами, будучи восхищен в мир духовный. И так ему было как бы духовное видение. Первейший из апостолов Петр имел нужду в божественном откровении относительно призвания к христианской вере язычников. Потому что он не знал, что обрезание и необрезание не делают разницы по отношению к вере. Он, конечно, не знал ясно, что Господь сказал, чтобы когда открылось служение верою, то были научаемы этой вере и язычники. Не знал до тех пор, пока неизреченная воля его, в большой буквы его, посредством этого явления не открыла эту тайну, убедивший его в этом, с одной стороны, примером, посредством плащаницы, а с другой стороны, тем, что и язычникам была прикодана благодать Святого Духа по обращению их к вере, убедив, что во Христе нет различия между Иудеем и Эллином. Явывшийся сосуд означает грубейший мир, а различные животные суть символы состояния людей. Петра все стали бы обвинять как законопреступника, и потому духом устрояется, чтобы он имел защиту, поэтому-то он и возражает ангелу, потому что он должен был вполне соблюдать закон. Итак, это устрояется для того, чтобы его не стали обвинять. Может быть, он, преклонивший колено, видел видение, и божественным делом было случившееся, то есть, что он видел высшее, и был в состоянии иступления, и слышал оттуда голос, и что трижды исповедовал, что там животные нечистые, а то, что сосуд оттуда, с неба, снизошел и туда вознесся, это великое доказательство чистоты, потому что виды животных принимаются вместо свойств человеческих, а из описания видения Петрова известно, что в сосуде, шедшем с неба, были все роды животных, присмыкающихся, птиц и четвероногих, потому что слово прикровенно изображает, что имеющие обратиться к вере находятся под владычеством разных грехов, что они уподобились или четвероногим по жестокости, или присмыкающимся по ядовитости, или птицам по легкости и непостоянству своей природы, и при том змеи принимаются за символ седукеев и фарисеев, лисица за символ ирода, и возбужденные страсти к половому сближению кони за символ людей сладостратны, овцы за людей незлобивых, козлята за необщительных и безучастных, а ежи за богатых. А в них Господь сказал, что они своими колючками прокалывают слово и делают его бесплодным. Голос относится к Петру, а между тем все говорится к иудеям, потому что если терпит порицание этот учитель, то тем более они заслуживают этого. Ну вот сразу вопрос, то есть толкователь говорит, что это сказано не Петру, а иудеям. То есть иудеи-то не могли присутствовать при этом в видении, я так понимаю, просто он им это видение что-то рассказал, да? Да, Игнатий Иисус? Он берет место к Галатам, где, когда, говорят, лицемерили все, я восстал Петру, говорит, при всех. Это он на это намекает. Когда пришли иудеи, он до этого ел с языщиками Петр, а когда пришли евреи, там эти старобрядцы, и усадимся, он стал устранять все. Это лицемерие было. Я, говорит, восстал, то, что Варнава, его друг, как раз земель, с одного места был с ним и старца. И он лицемерил вместе с ними. И вот здесь блаженный Филакт об этом и говорит. В лице Петра мы видим как бы все иудейство, которое держалось еще в ветхозаветнии обряда. Вот куда смотреть-то? А Филакт это берет, он не поясняет, откуда взял. То есть он, Петр, хотел выглядеть перед иудеями, перед своими земляками, как бы белым и пушистым, и в то же время отпадает. Да, вот теперь попутно сказать, вот чудо это было, сосуд, а почему в другое место время не было, а почему Павлу не было, савлу, сосуда, мы не должны эти вопросы ставить. Это Божий план. Потому что здесь открывалась дверь, равнозначный язычник или не язычник. А Петр еще это старая закваска у него была. Ему Господь показал, что животное это по какому свойству ближе человек. Один на барана, глупого, похож на осла, на змею, на голуби, на кого угодно. Ешь, то есть прими, не считай их нечистыми. А после него, после него ни одного полотна уже не было. Почему у нас есть Евангелие, есть послание Павла, где написано нет ни уея, ни елена. Потому что это разовое событие было. И оно необходимо было. И нужно так и смотреть. Особая милость Божия. Однажды отобразившись, больше не появлялась. А сектанты так. Тогда были языки, мы хотим тоже, чтобы у нас были. И сейчас они там беснуются и падают. Они нужны были для распространения Евангелия, говорения на языках, как называют гласолалия. В то время, а уже при Ирине, Леонском, третий век, их уже не было. Не было. Искусственно восстанавливать это, это не дано. А я буду пророком. А как ты будешь пророчествовать? О чем? А мне нравится пророчествовать. Ну, я говорю, тебе нравится. Но это еще не все. Мне нравится быть генералом. Но, однако, меня не поставили генералом. Я всего лишь сержант. Но надо же смотреть, как Бог делает. Перед Богом как это выглядит? Перед Богом сосуд. Было сказано. И почему? Теперь он этим оправдываться будет, что они получили Духа Святого, и когда пришел, его упрекали, ты ходил к язычникам и ел. Да пошел не один. Видите, как они этого боялись. Это старобрядцы сегодняшние. С этим нельзя говорить, с этим нельзя есть. И он, благодаря того, что люди все-таки имели страх Божий, они не такие упертые, как сегодняшние старобрядцы. А сегодня хоть что, говоря, они не сдвинутся. Потому что слишком много свидетельств. Церковный уровень какой. Какие книги, толкования. Тогда ничего этого не было. Он не знал. Потому что его с детства учили. Язычники – это не люди. Возьми Шульхана Рух, иудейский. О чем они пишут-то? Это от скотского семени зачатые язычники. Они что угодно говорят. Какое небо им? Это рабы. А для чего они? А почему, если скоты – человеческие лица? У них написано, лица человеческие даны этим гоям, для того, чтобы нам, евреям, неотвратительно было принимать, когда они золотые дары нам приносят. Даже принимать от нас, и то им противно. Поэтому Бог дал нам облище человеческое. Вот какое превозношение. Блаженны нищие духом. Это иудейская вера сегодня. Их так и учат с малых лет. А мы-то знаем, что разницы никакой нет. А может ли покаяться от ИГИЛ теперь? Может. Пока он не умрет. Но иногда видно, что вот особенно заботишься, когда православные священники, когда хулят все, а они знают, те-то не слышали. Иногда думаешь, перешел грань. Грань. Началась хула на Духа Святого. Тут покаяния уже нет. Все. А тот убивал, Савл убивал. Ну, это другая уже область. Отошел. Скажите, какая глава? Глава 10. Давайте читаем это. Михаил. Продолжай 17 стих, пожалуйста. Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило любение, которое он видел. Вот мужик. Посланный Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот. И, крикнув, спросили, здесь ли Симон, называемый Петром? Между тем, как Петр размышлял о видении, дух сказал ему, вот, три человека ищут тебя. Встань. Сади и иди с ними. Немало не сомневаюсь. Ибо я послал их. Петр, садя к людям, тресно. Достаточно, достаточно. Толкование. Плащаница означает землю, а находящиеся на ней звери, язычников, и они должны прийти ко Христу. А то, что это повторяется трижды, означает крещение. Итак, истинный смысл видения указывает ему на учение о Троице. Равно как и вера в Троицу представляет истинное Богопочитание. Благовременно, благовременно приходят эти мужи, чтобы разрешить недоумение. Ибо и Иосифу Христос допустил сначала устрашиться, а потом послал ангела. Потому что душа легко принимает разрешение от испытанного прежде недоумения. Итак, нужно повиноваться духу. Не совсем понятно, потому что душа легко принимает разрешение от испытанного прежде недоумения. А, то есть, если прежде какое-то недоумение было, потом оно разрешилось, душа тогда принимает. Раньше я вот не понимал, а теперь как? Открылась, да, пеленат, глаз не было. Чешуя стала. То есть, раньше Петру закрыто это было, он думал, что язычникам, а потом как бы ангел перенул. То есть, если бы этого видения не было, он так же бы и закрялся, это старообрячество. Никак бы. такое бы сегодня полотно бы спустилось старообрячество, чтобы они уже наконец-то увидели в Никонианах людей, которые для этого нужно проповедовать, проповедовать, самим ангелом превращаться и являться, да? Ну, апостолу поэтому и было явление, что он был не безнадежен. А можно назвать ангелами благовестников? Ну, как ангел переводит, а ты знаешь? Ангел, вестник Божий, если он Божий вестник, он может благую весть принести, может благовестнику, ну, почему нельзя? Не, 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 ты конкретно давай говори, можно или нельзя? Ангелов благовестников? Да, он спрашивает, благовестников ангелами можно назвать? Я согласен. А, благовестников ангелами? А тебе надо это? Нет, просто так, вопрос возник. Они же тоже весть несут благую, да? Ну, там от Бога они посылаются, конкретно. А здесь не от Бога? Ну, ты же, мы Духом Святым идут благовестные, почему? Ну, вот Иисус Христос ангелом назван несколько раз в Библии. И в Новом Завете, и в Ветхом. Я не говорю с большой буквы, с маленькой, можно? Можно? С маленькой буквы ангелы пишутся с весы? Нет. Ангел с большой буквы это Христос. Ну, написано, рассеявшиеся ходили и благовествовали. Не назвали, что вот ангелы с маленькой буквы ходили. То есть, у нас же есть Библия. Ну, я так думаю, давайте туда заглянем. Игнатий Тихонович, вы припомните, чтобы благовестников с ангелами сравнивали? Нет, не сравнивали. Или называли их? Само слово... Микрофон возьмите, не слышно вас? Не слышно. Тут же пояснили, что это слово стоит из двух слов. Нести благо, возвещать весть эту. Вот в данном случае ангел как раз и мог бы сказать, но ему здесь только сказано было одно. Иди и не больше. Почему? Потому что благовестие верено людям. Но в житиях святых неоднократно встречается о том, что ангелы приходили и научали. Непосредственно. Сами. Но в Священном Писании мы это видим в Откровении, когда они приходили, возвещали, знали и прочее. Но ангелу дано только подтолкнуть, чтобы миссия благовестия, веренная людям, которые уверовали во Христа. С маленькой буквы не пишется. Ангел с большой буквы это Христос. Ангел с большой буквы Ангел Небесный. И ангелом называются люди, живущие по-ангельски. Мы сделали позорищем для ангелов. Посылает 3 глава, 1 стих пророка Малахии. Ангелом с большой буквы называется Иоанн Креститель. Это не надо смущаться. Иногда одним же, тем же словом называется и Христос, и Дьявол. Лев из колена Иудина. Все знают, кто. Лев рукающий ищет, кого поглотить. Кто? И такое в Писании встречается неоднократно. Ничего удивительного нет. У одного берется зверя царственное величие, а в другом месте его кровожадность. Потому что даже в звере и то разностороннее. Бывает, человек так разовьет себя, как Ломоносов. Какое ни возьми, место. И он везде оставил свой остаток. Везде. Даже коснулся планет, Венера, определил, что там есть атмосфера. И русский язык, и поэт одновременно, и химик, и физик, и человек многосторонняя личность. И поэтому то, когда видим зверем, называют каким-то, нас называет Господь ослами. Ослёнка сел. Ослёнок это не обезженный языческий народ, а ослицы, которые несли иго, заповеди знали, еврейский народ. Вот и всё. У нас как-то отец выпил, там сидел, и другим похвалиться решил, говорит, у меня сыновец, вот и хотел сказать лось, лось сильный-то он. Он говорит, какие они у меня ослы. А осёл это очень похвально. Он очень умное животное и трудолюбивое. Мы просто другой раз не знаем до конца качества, свойства животных. А это необходимо знать. Просто как голуби. А в чём простота? Вот я голубей держу всю жизнь. В чём простота? И если человек не знает, дальше толкования не даётся. Он привязан к дому. Почтовых воробьёв, куриц нету, только голуби. Даже сожжённый дом где-то бывает. Они при храмах живут, как правило. И вот увези куда, и он прилетит. Продали голубку, эта чемпионка оказалась, в Японию. И она прилетела в Москву, тот её как-то не досмотрел. И она прилетела в Москву. Но это самое длинное. А так соревнования на полторы тысячи, две тысячи километров. Привозят их здесь в Газели. Тут у нас в Барнаул привезли Щелябинское. Потом атака открывает, а там где надпись Барнаул въезжать в город. И всё это фотографируется. Видно было, чтобы не... А он привёз голубей. Открывает и сразу вся стенка открывается. Они как пули. Один круг только сделали и прямой наводкой пошли туда. Где они ночуют? Где питаются? Ну, пройдёт сколько там сутки-двое они уже дома. А у них колечки, когда они заходят в гнездо, оно там фиксируется в какое время. Ну, тренируют и рекорды ставят. Я к тому, что если говорится, что всякие животные, какие именно? Я разговаривал со старобрядцем. Я говорю, вот вы бы там были на место Петра и увидели, там кролик лежит. Вы боитесь? Нет. А почему? Така нельзя, нечистая. Ну, как нечистая? Это одиннадцатая глава Левит. В Новом Завете всякое творение Божие хорошо, ничто не предуседительно. И кто говорит, что-то есть нельзя, это бесовское учение называется. Бесовское. Апостол Павел к Тимофею пишет, запрещающее вступать в брак и вкушать то, что Бог сокворил. Мы всё считаем. А что змея? Ну, Китай съест он, змею ест он, убил, голову отрубил, сварил, съел. Она вкусная очень. А ты бы стал, я бы если посмотрел, может вырвал бы даже. Но не надо думать, что по тебе всё равняется. Всякое творение Божие хорошо. Черепаха, это слом, кит. Нам можно всё, но не всё полезно. Апостол Павел говорит, всё позволительно, но не всё полезно. А почему не полезно? Соблазн. Не буду пить вина, мясо, чтобы не подать пример брату, чтобы не споткнулся. Ну, надо маленько шире смотреть. Расширьте, Павел говорит, в равной возмездии, говорю вам. Аузов взгляда на истину рождает секту. Отошёл. Вы делаете сейчас занятие, а потом полчаса, как говорили, вопросы и ответы. Вот у нас занятие уже закончилось, сейчас давайте, задавайте вопросы. У вас есть вопросы, Игорь Тихонович? Ну, давайте. Вот, давайте с Алексея начнём. Давно тебя брали? Давайте, пожалуйста. Я просто хотел такое вот узнать, что в Библии написано, не бредьте края бороды, и на голове волосы, там кругом, там что-то. А вот я вижу, мы стригёмся, на голове волосы убираем. Нельзя же вроде, тоже как убирать. Понятно. Почему нельзя убирать? Написано, не стригите кругом. Речь шла о нависках, нетронутые волосы, уверяя в пейсе. А для чего они? Нигде не находят никакого подтверждения, просто выделено. Вот сейчас, допустим, начинают сражаться где-то, ну, выходит, а форма одинаковая. И тогда говорят, чтобы нам друг друга-то не убить, они сделали, заранее договорились, никто не знает. С определёнными белыми кругами красной материи надевает на ноги и ниже колена. И во время битвы, когда начинают там это, доходят до сражения, чтобы друг друга не убить. Евреев определяли по этому. Во время битвы, сражения, ночью, когда выносили пейси длинные, забрали своих. Вот что может быть. Это я просто из практики говорю. А головы потом, они не стригите кругом, то есть, пейси они оставляли. Они вот вокруг обстригали, а это пейси. Это чисто еврейское было. Сегодня этого нет. Нету. Мы не считаем, что у Христа там пейси были или не были они. Нигде. А борода, борода неприкасаемая. Вот мы смотрим, Никола Чудотворец, Мерликийский, он сидит. У него как, я сейчас не знаю, в парикмахерской, как называется, полубокс был раньше. Вот так. И он, ну, Иван Заян, Златоуст, длинных волос ни у кого не было. Это не было. Вообще не было в православии. И вот которые сейчас, другие это место, это Илларион считаем, монастырия говорит, они сами себе отрезали волосы каждый год там перед Пасхой, кажется. А это вот я, в Кроштатске уже пошло. Вот это время уже начали волосы отпускать. Почему, говорит, попростриг это? Ну, они вот это, у них там танзура была, какой-то, называют, называют, тюбетейку на свою надевают. А до этого, значит, отристригарности волосы его разжаловали когда. Это просто уже история. К этому голове уже относятся только борода. Бороду не трогают, а волосы уже как, вообще о них не сказано нисколько. Это все... Усы относятся к бороде или нет? Конечно. Почему? Фермания этого не знает, евреи знают. У евреев это содержится, у них борода не прикасается, не волосины. Равнять одинаково, что нельзя, да? Сколько есть, не задевать. Вот она какая есть, не задевать, не порти ее. Зачем? Нет, не бороди. Я считаю православной. Вы зачем? Про усы, про усы. И усы не надо трогать, а то, говорит, я причащаюсь. Ну и причащайся. Так она в усах. А как на языке? Главное. Ну ты посмотри, старый обряд. Кто-нибудь постригает усы? Нет, не один. Три солет как разошлись. А до этого? И до этого никто не постригал. У нас не то, что там своя культура, это неправильно. И у нас иконы есть. И не постригал никто никак. У меня есть материал к истинному православию обрадобритие. Возьмите почти, прочитайте на нашем сайте. Сайт. По-русски открой Игнатий Лапкинс библейский сайт православный. И там открой про добритие. Больше того уже ничего нельзя сказать. Все. Вон Вячеслав что-то там руку... Вячеслав. Да, Игнатий Тихонович, вы сказали, что про волосы ничего не сказано. Можно я поправлю? В Новом Завете? Вячеслав? Да, 1 Коринфянам, 11 глава, 14 стих. Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестье для него? Нет, не об этом. Именно я о песе говорю. Песе, которые у него были. А волосы бесчестье, а женщины и честь. Михаил, я хотел спросить... Он вопрос задал, не стриги кругом. Кругом не стриги греем запрещено было. Нам этого запрета не отостригаем или убираем. В Новом Завете про это не говорится ничего. Потому что длинные волосы не должны быть. Какие длинные? Ну, никто их не мерил. Может быть, чтобы не доставало до воротника. Михаил Гавриев. Я вопрос Игнатиховичу тоже задал. Игнатихович, скажите, а вот на иконах изображен Иисус Христос с длинными волосами все время. А апостол Павел говорит, что... Ну, почему его изображают с длинными волосами? Просто приняли так. С чего ради? А он, говорит, Назарей был. Он Назареем не был. Он был в Назарете, да Назареем наречется. Допустим, я в Барнауле, Барнауле, если я в Сибири, говорят, сибиряки, выше там Гитлера отбросили от Москвы. Это по местности. Он не должен пить вина. А его, говорили, друг винопийцам и прочее. Он пил вино Христос. А он не имеет права даже зернышко из виноградной там указывается. И зерна даже не должны быть. Он не был Назареем. Значит, никаких волосов не было. Нормальные волосы. Это так принято. Переходит с одной на другое. Как вот Булгаков-то пишет, там, Михаил знает, священники учатся друг от друга. Друг от друга принимают. Не смотрят ни Писания, ни каноны. А вот до меня батюшка старший, он именно так, мокрой ладошкой по голове, крещеный. Ну и все, друг от друга принимают. Михаил, так написано? Да, да. Ну вот и все. Ну вот так. Дальше. Лена, да давай. Вот, это я боговестовала в интернете и дала ваш сайт, Игнатий Тихонович. И мужчина постоянно заглядывает, ну, смотрит ваш сайт. То есть, какое-то время, очень долго, он не писал, ничего, он просто занимается с вами. Вот, то есть, ваш сайт выходит, читает вопросы. Вот. И недавно его сестра привела снова в храм. Он ходил, в 14 лет, он крещеный. Вот, у него родители были староверы. Потом он отошел от церкви и сейчас уже за 40 лет он снова решил прийти. Прийти, ну, вот, в православную церковь, он стал спрашивать, что больше и лучше. И я ему сказала, православная церковь у вас там, он живет где-то около Балтийского моря, очень далеко. И когда он побыл в церкви на эти выходные, он мне написал, говорит, был в церкви с сестрой, но ничего не понял совершенно, мне ходить или нет. Потому что я смотрю сайт Игнатия Тихоновича и все совсем не так, я ничего не понимаю, я больше понимаю в интернете. Вот. Да, и он говорит, что мне теперь делать, если я буду приходить к священству, вот, исповедоваться или еще что-то, как мы, вот дальше. Вот ответьте, может быть, он будет смотреть этот ролик и услышит ответ. Ну, пускай делает то и другое, как нам Пистос сказал, и того не оставляет. Пускай он считает, пускай в интернете будет. Ему что больше нравится, старообрядчество, как он, к чему прилипляется, или патриархия? Он написал, что родители были старообряды, и в православной церкви все совсем по-другому, не так, как его родители учили. Но сестра его ходит в православный храм. Ну, хорошо. Я понял вопрос. Если ты хочешь, чтобы таланты в тебе были все заглушенные, до суда Божия, иди к старообрядцам. Это полигон, кладбище всех талантов. Там ничего нельзя делать. Ничего. Петь еще можно, а больше нет. Благовестие, любое, встреча там с сектантами, все противопоказано. Если он будет там, то он не имеет права признать, что причастие у православных, патриархии, истинное. Это уже ересь. Ну, ты хочешь вот такой, говорится, пенал, чтобы тебя огрызок туда положили, ну, твое дело. Он должен сам сделать выбор. Я старообрядчество знаю, говорится, не понаслышке. Я там был, жил, с ними был. Выхода никакого нет, только смерть. То есть, вы сказали свое мнение, он сказал, что пытался очень долго искать старообрядческую церковь, нашел, вот, узнал адрес, но туда еще не ездил. Он сходил все-таки в православный храм, значит, ходить, ну, пусть делает сам выбор. Если посмотрит ролик, я тут, конечно, я ответил, к этому еще нельзя добавить. Если он желает, чтобы у него таланты раздевались, от старообрядцев, говорит, беги. А если он желает только с родителями, чтобы стоять вместе, пришел, отстоял, ничего не понимая, и ушел, у старообрядцев вся проповедь заключается в четырех словах. Ты еретик, переходи к нам, все кончилось. Священник проповедует и говорит, неленностно посещайте храм, все кончилось. Это редко-редко, может быть, процент один, где что-то, где-то знают и говорят. Я знаю это до самой точки, до последней. Никакой возможности нет. Вот я ходил к баптистам, и за мной, ну, там, гонялись они, и тогда Андрей Федотович Долгов пошел. А я его не видел, что он пришел. И он видел, как я с баптистами беседовал, в Новосибирске мы жили. Как я говорил им, как свидетельствовал. И когда начали нападать, он говорит, я виноват, я тайно ходил. Я, говорит, смотрел за ним. Вы понимаете, на кого нападаете? Это их не касается. Они меня могут видеть только мертвым, или чтобы я замолк и нигде не сказал. И выхода никакого нет. С ними трудиться абсолютно невозможно. У меня очень хорошее отношение с их иерархией. Но когда я заикнулся, показал, вот сейчас даже современным митрополитом, которого я уважаю, он книгу мне прислал, я ему послал. Я сказал, у нас старобрядцы живут в деревне, моя родная сестра, ну там ее сыновья, разрешите им приходить на богослужение. Они так остаются старобрядцами, но их старобрядческого храма-то нет. И он мне ответил, говорит, вы считаете, что троеперстия и двоеперстия одинаковые. А это у нас не годится. Уже только из одного этого они мне никогда не разрешат. Ну понимаете на чем? А я отвечаю, двоеперстия и троеперстия, они содержат в себе элемент ереси и то и другое. И докажу это в течение пяти минут. Кто желает? Узнать. Продолжайте, продолжайте. Мы верим, что Христос был Бога-человек. По частям давайте. Не согласны, сразу поднимаю руку. Он был Бога-человек. Все согласны? Так я понял? А крест был какой? Вещественный, деревянный. На деревянном духовное не могло быть. Написано, духовное сообразуйте с духовным. Апостол Павел пишет. Так на кресте умирало человечество или божество? Ян Златоуз говорит, божество бесстрастно. Бог не может ни сожалеть, ни плакать, ни гневаться. Бог не имеет этих качеств. Он всегда постоянен. А когда написано, Бог разгневался, это для нас, чтобы понятно было. И мы должны так и говорить. Он раскаивался, что сотворил человек. Он не может раскаиваться, потому что он знал, какой он будет человек. Но написано так, как называется антропоморфизм, отчеловечивание. И вот отсюда мы должны понимать, на вещественном кресте умирало только человечество. А когда двоеперстия покажут старобрядцы, а вот склоненный палец, средний, это небеса. Объяснение. Это земля. Небеса склонились, чтобы Христос сошел. И вот Бога человечества они изображают. Я говорю, ты изображаешь божество тоже, да. На кресте крест-то вещественный. Крест на Голгофе, да. Но умирал только человек, а ты показываешь Бога человек. А православная троица. На кресте умирал только человек. Божество бесстрастное. Они не знают, а как тогда правильно? Правильно так, как молятся католики. Христу по плоти, руки, ноги и в бок. Пять ран. И он пятью пальцами молится. Ты, шедший с неба, меня, стоящего на левой стороне, страданиями кровью своей, искупившей, переведи на правую. Наоборот. Вот это объяснение. Я не католик, и так не молюсь. Но я тщательно исследовал все. Чтобы Евангелие принять, я исследовал всю почти буддийскую литературу. Ислам. У меня один том, посвященный Корану. 750 страниц. Я говорю не просто так, кажется, с кондачка. И я нашел, что Христос истинный Бог. Он умер за меня. Библия истинная книга. Православие святое. Но столько там нанесено илу. Столько там нанесено всего. У одних больше, у других меньше. Вплоть до того, что здесь элемент ереси. Я не говорю ереси. Вот ответ. Спасибо, Христос. Слава Иисусу. Ну, правильно. Без разницы, как креститься-то, да? Без разницы. Если, конечно, ты... Выбор у тебя только один. Но первые христиане молились одним перстом. Пишет Иоанн Златоуст. Я не докончил тогда. Ну и молились точно так. Вот. Опустил. Все время писали. Надо, говорит, Это так. Восвящение. Это... Ты Бог. Господи Иисусе Христе. На грудь. Восвящение груди. Это везде в книгах писали. В законе Божьем. Ну, а дальше на правой стороне объясняют. Ну, направо переносятся. С правой стороны, чтобы не попасть там на левую. Вообще. А возьмите, откройте сейчас Слободского. Закон Божий вышел. Это зарубежный-то. Нам один благочестивый человек подсказал. Кто этот благочестивый человек подсказал? Что надо на чрево, на пуп. Потому что если здесь, а вот поперечина, когда мы крестимся здесь, то получается здесь только вот какое расстояние остается до того, где ткнул-то. А долба дальше, крест-то перевернутый получается. Так молятся колдуны только. Ой-ой-ой, как мы могли этого не видеть? А я все время долбил и говорил, что как не видеть-то перевернутый крест. Центр лба, где у тебя пуп, на правое плечо поднеси. Да не подмышку суй, а вот сюда вот. Ровно, чтобы было. А у нас патриарх все время крестится вот так вот. А Путин крестится вот так, правильно. Патриарх вообще не поймешь как. Вы хорошо показали еще. Ну, я просто рассказываю. Мы молимся так. Это крест вещественный. Речь идет не о восхищении моих чувств. А что заложено в этом? Господи, Господи. Это Ты, Господь всего, сотворивший мир. Голова Бог, глава церкви. Колоссянам 1, 18. Господи, Иисусе Христе. Это имя Он принял, Иисус Христос, через чрево Девы Марии. Ты, сшедший с небеса, воплотившийся от Девы Марии и Духа Святого человечества. Меня, ради нас и нашего, ради спасения сшедшего, чтобы я не погиб, умер за меня. Вот. И Ты вознесся одесную к престолу величия. На правую сторону речь идет о Христе. О Христе. Значит, лево о Христе. Здесь и на левой стороне. Ты ради грешников умер. Вот этот крест. Крест должен включать в себя мысль в толкование о Христе Голговском, а не освящении моих чувств. А тут уже я вкладываю, ты, сшедшись с неба, воссевшая одесную величия, одесную правая, меня, стоящего по левой стороне, страданиями своими искупил. Прости меня, и искупи. Вот тогда будет иметь обозначение какое-то. А не просто махание рукой. Пожалуйста. Еще вопросы, пожалуйста. У нас 7 минут. Я хорошо слышу. Тебя слышно плохо, но говори. Поближе к микрофону. С священником на вечер памяти Данила Сусоева с нами ехал Есенир Ставлин Тони Дуревич. Я хотела у Игнатия Тихоновича спросить его мнение о нем. Потому что он говорил, что общался с Игнатием Тихоновичем по скайпу. И у него сложилось такое негативное мнение. Но я хотела бы услышать Игнатия Тихоновича. Давай, я с перевозчика. Говори. Как его зовут? Андулевич. А имя какое? Антоний Дуревич. Антоний Дуревич, с которым вы общались. Общались. Он вчера вышел ко мне. Вышел. Вот представьте себе. Ну, разница у нас в возрасте видно, что какая-то есть. Просто мы были неверующие. Он мне сразу пишет. Ну, ты не Юли. Ты не Юли. Это все, которые с Даниилом Сысовым, к его группе, вот этот, возьмите, хулиган там, Царионов, Антео называется. Они все одинаковые. Хамье. Ужасное. И вот я еще немножко я выставлю, как мы с ним разговаривали. Я немножко отклонюся. У меня есть определенное правило. Я начальник детского лагеря. Каких детей нельзя принимать? Ну, под себя мощицы, которые... Ну, на лунах. Иначе ничего не будет. Но в последнее время я видел еще одно. Дети, которые играют... Да, я выключи микрофон. ...компьютерные игры. Компьютерные игры. Я их не принимаю. Они одержимые. Побеседовав вот этот раз с этим Антоном, я с сегодняшнего дня, если беседовать, люди ко мне просятся побеседовать, задать. Я теперь буду ставить вопрос. Один я спрашивал, не против, что выставляю в интернет. А сейчас будут спрашивать, ты сейчас-то причащаешься или нет? А сейчас-то разговора не будет. Они ведут себя, как одержимое демоном. И лицо его, и как он искажается, и как кривляется. И он не может остановиться. Он начал, я говорю, остановись, остановись. Он не может. У него вот так вот все идет. И сейчас, уже вчера, пришлось мне в черный список занести. Это они причащаются. И ролик будет называться «До чего доводит недостойное причащение». Он вообще неверующий. У него ничего нет. Он только этим напичкан, и все где-то учатся, что-то это ничего не даст. Сначала нужно человеком стать, потом христианином. До уровня человека пускай дорастут. Мне он пишет, этот Тарасий, он в кругосветное путешествие, на корабле работает. И где-то сошли они, не знаю, там в африканской стране или где-то там мусульмане. И у них механик какой-то, что ли, стоит, говорит, но он седые волосы. Ну, зашли, говорит, я не знаю, в храм или в мечеть, зашли, говорит, и в это время заходят другие люди, мусульмане бывшие, а может быть, нации, я не до конца понял так. И они обернутся, а он у порога стоит. И они каждый подходят и ему руку целуют. Потому что он старый. У этого ничего нет. Ну, представь, вчера он только пишет, ну, ты не Юлий вроде старик. Вот они, семинаристы. Мы выходим. Игорь Добунов-то, где он, Игорь Добунов? Покажи его. Ну-ка, покажите. Поближе, чтобы видно было. Посмотрите, какая борода у него. Видите как? И пока Игорь ничего не говорит. Мы пошли в Покоровский собор. Прощенное воскресенье. Ну, это особый день один. Прощенное, уже все. Вчерашнее забыто. Мы там молимся. Игорь Чтец, он пришел в одеяние своем черном. Стоит епископ. Тогда был Максим Дмитриев. Дмитриев, он сейчас там в Ельце. И священников со всех храмов. Там, не знаю, человек 30 с лишним. Священники в ряд стоят. И к каждому подходишь. Они крестом благословляют. Прощаемся и выходим. Все, служба прошла. Мы выходим на улицу. Им идти туда в семинарию налево, а нам идти направо домой. Мы маленько отошли. И Игорь встал. А у нас в то время даже напечатано было. Маленький, толщиной в палец. Народ рух. К истине один народ рух. Ну, кто заходит, он говорит, кому надо дать, где наш сайт? Еще ни форума не было, ничего. В это время студия эти, семинаристы со священником подошли. Я отошел в сторонку, вообще стоял в стороне. Стоят наши сестры, как голубицы одетые. Подходят. Ну, ты что тут даешь, борода? Понимаете? Ты дурак! На Игоря. Священник стоит рядом. Почему они часто причащаются? А другой, что ты разговариваешь? Дай ему в морду. Это мы, прощенное воскресенье, вышли из храма. И на них это не влияет. Потому что главное, это тот бес, который вошел в них. Недостойное причащение. Это, Игорь, я говорю о тебе. Так было, нет? Ну, там вот еще немножко, как бы, чтобы понятнее картина была из ней. Вот тот, который сказал, дайте ему в морду, он стоял в стороне. И когда я местописание говорил, он стоял, улыбался. Я думал, что он понимает меня. И что вот душа нашлась, которая откликнулась. Ну, я оказался страшно наивным. И он такой спокойным голосом, он не со злобой так ничет. Вот так равнодушно, как бы проходя мимо. Чего вы, говорит, с ним вообще, разговариваете? Дайте ему в морду. Понятно? Вот что такое. И вот этот Антон, он такой же. Вы увидите, я поставлю скоро этот ролик. У меня по порядку идут, еще впереди идут. Это невозможно. Это буйное объяснование. Я разговаривал со священниками, и он говорит, да, это так и есть. Почему? Многие больные немало умирают. Возьмите это за основу. А вот задумали, причащаться чаще. Чаще исповедуйте, чаще причащаться. То есть, это батюшка, и говорит, ну, как же, прощение грехов. Ну, где прощение-то грехов? В крови Христовой, если ты его веруешь-то. То, что ты причащаешься, и прощение грехов, это обман. То есть, мы принимаем, как христиане православные это, но это добавка к священному писанию. Они обманывают этим. Чаще причащаются. Это все имеет значение на один день только причащать все. Почему Марима Египетская на 47 лет хватило причащения? Христос один раз совершил. То, что чаще причащайся, никогда не было. У русского народа со дня крещения Руси всегда было не чаще четырех раз в год. Не чаще. А вот вот придумали, все это заменили проповедь. Благовестие. Не надо. А вот я причащился, все. Вот мне один пишет, он на неделе два раза причащился, и два раза в блуд впал. Ну, это ролик выставлен-то. Это безумие полное. А ты, Игорь, знаешь, что были мы в этом, в епархии-то, и когда сидели два епископа, и Максим и этот, я гляжу, у него фотография там, видно, семинаристы. Я говорю, это кто? Ваши, наверное, отличники? Он, да. Я говорю, вот я его узнал. Это волчатник ваш. Это уголовники растут. И виновные вы, вас под суд отдавать надо, епископу сказал. Они не были такими. Нормальные ребята были. Я их знал. Вы их сделали такими подлыми, совершенно не признающими ничего. Только им, чтобы разрешили посты нарушать и все. И семинария нужна только для одного, чтобы оправдать любое беззаконие. А какой интонация, я говорю громко. Да, я возвышаю голос, говорю громко. Я глухой, мне это как раз. Почему? Да, Павел говорит, кто бы соблазнялся, за кого бы я не воспламенялся. Это огонь. А они не понимают даже этого. Я могу молчать месяцами. Вопрос задали. Гибнут люди. Это они их так сделали. Такими сделали. Вот вам ответ. Я его знаю. Встрещался с ним. И он ко мне стучится. И точно так же те, которые там, это царион Апентео, с ними были. Ох и наглые. Но почему именно это те, которые приближаются в кружке Даниила Сысоева, не знаю. Для меня он священномученик. Значит, через это что-то у него есть, было такое. Откуда же такие вырастают, гаденыши-то? Откуда Аспиды эти выползают? У них вообще ничего как будто святого нету. Он везде показывает. Сейчас особый ролик составили. Что-то провокаторы. Он там что-то не так. Он хватает, как Жириновский бьет, плюет там, еще что делает. С ним кто не согласен? Ну, какое-то христианство-то. Сидит в редакции. У него кирпич. 25 сантиметров на 12 с половиной. А зачем кирпич? Ну, а где одежда бывает такая неприличная? Бить витрины. И говорит, Дмитрий Смирнов рядом сидит, он ему рассказывает. И он ничего не улыбается, сидит. Почему? Потому что кровь на руках. Все танки, все танкетки, все благословляли в Чечню. Он главный по силовым структурам-то. Они не могут никак согласиться с тем, что я говорю по совести, по Писанию. Они привыкли только так. Горбатый, голова между ног и все. У меня Писание, Библия есть. Она не позволяет мне перед ними склоняться. Где нужно, я склонюсь. Ответ вопрос. Ответ вопрос. Согласен с Вестой Библией. Знаете, говорят, что причастие попаляет грехи. Знаете, монахи говорят, монашество – это второе крещение. Когда отвергли, они теперь не знают, где. Попаляет грехи. Ну, покажите, где это написано. Покажите конкретно, где хоть одно место в Библии-то. Ну, все творите в мое воспоминание. Воспоминание. Так написано. Творите в мое воспоминание. Я не знаю, как это можно все это было не видеть-то. Вот апостол Павел говорит, что когда непрямо поступает поистине евангельское, он противостал. Это пишет он Галатам 2.14. Пожалуйста. А что они там... Ну, Игнатий Ильич, наверное, разговор идет, когда апостол Павел говорит, что рукописание грехов взял, разорвал и бросил за хребет. Наверное, об этом... Это момент уверования. Когда принял Христа своим спасителем личным. Когда принял, уверовал. Они неправильно... Докрестится каждый из вас своими Иисусом Христа для прощения грехов. А что, причащаться? Нет. Вот все места, которые о причастии. Иоанна 6.53. Говорит. Истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. А там одна смерть. По жизни определяются. И от тебя люди, которые имеют с тобой общение, будут получать жизнь. Матфея 26.28. Сие есть кровь моя Нового Завета. За многих изливаемая во оставление грехов. Изливаемая, а не пиемая. Которая на кресте изливается. Тут она не изливалась с чашек. Что тут непонятно-то? Речь шла о крови Нового Завета. О Голговском кресте. За многих изливаемой. Где она пролилась кровь-то? Что тут непонятно-то? Лука 22.19. Взяв хлеб, благодарив, преломил, подал им и говорит, сие с теломое, которое за вас предается. Сие творите не для прощения грехов, а в мое воспоминание. 1 Коринфянам 1.24. И вас благодарив, преломил и сказал, примите и едите сие с теломое, за вас ломимое сие, творите в мое воспоминание. 1 Коринфянам 1.25. Так же с чашей сказал, когда только будете пить, в мое воспоминание. И дальше всякий раз, когда, это 26 стих, 1 Коринфянам 11 глава, когда едите хлеб себе и пьете, с чашей сию, смерть Господне возвещаете. Доколь Он придет. Смерть! Где смерть-то? Не в чаши на Голгофе. Все перевернули. Больше ни одного места в Библии нету про причастие. Нету. Все. И поэтому, если бы была в ней жизнь, она смертоносная. Смертью дышит. Жизнь, она будет у тебя везде. Проявляется в делах, в проповеди, в воздержании, в жизни во Христе. А у них нет ничего этого. Нету. Там смерть царствует. Они без мощей спать не могут. Ну вот они говорят, попаляются грехи. Мы все договорились. Нету этого. Пускай они попаляются. Но Господь их не вспомнит, или ты их больше никогда не сделаешь, если причастишься, или... Сережа, я ответил один раз. Посчитал все места до одного. К этому ничего не... А кто добавит или убавит? Бог говорит, добавит, наложу язву на него. А убавит, в книге жизни не будет записан. Убойся просто Бога и никогда не позволяй говорить лишнего. А вот сказали, я уже считал, Затаус говорит, не одобряем несчастное, нередкое, а готовность. А они не считают ни канонов, ничего у них нету. И поэтому общий из посвященник вышел, Петро Хилю махнул, и все до одного подходят, и поэтому многие больные немало умирают. Убойтесь этого. Больные, больницы забиты. Кладбища разрастаются. Ой, по-моему, Господи. Все. В молитвах от святого причащения написано, что в поляре. В молитвах от святого причащения... Ну вот и все, считайте молитвы. По молитвам Бог не будет судить, а будет судить по Библии. 12.48 Евангелия Теана. Да. То есть молитвы эти составлены были не опираясь на священное писание. Да не знаем мы это, как составлено. Я поговорю про Библию. Попаляются, значит попаляются. Я согласен со всем. Но нет этого в Библии. Я вот о чем говорю. А не о том, что попаляются, не попаляются. Короче, кто-то придумал, а мы теперь так им страдаем. Как угодно. Я один раз ответил. Грехи омываются в крещении. Это написано. Ну а может так быть, что вот допустим, как уравнение какое-то физическое. Оно есть одно и все. И мы теперь все его учим. И тысячелетия оно одно стоит. Ну и так тоже человеку что-то там открылось где-то. Монаху, может не монаху. И он сказал попаляем. И теперь мы повторяем просто и все. А это важно и нужно. И оно стоит на месте. Игорь, пускай попаляет. Это хорошо. Попаляет. Но не сказано, что попаляет и как-то они возвращаются назад. А почему ему надо каждое воскресенье или на неделе три-четыре раза причащаться-то? Батюшка ходит, когда вечером-то ходит, кружит по храму. Я говорю, зачем ты столько раз ходишь? По уставу. А кого? Не людей ходит, а иконы. А иконы, зачем их ходить, когда они святые? Они освященные в храме. На них что, демоны сидят, ты их гоняешь? Нет. И только прошел, опять они сели туда. Ну объясни, для чего? Три раза-то ходишь. Ответа никакого нет. Освящают воду. Вот в ведро стоит два священника и вокруг хороводят вокруг одного ведра. Ну ты скажи проповедь. Ну этот говорит он, я считал, архимандрит-то, а вакуум-то? Баптистов пригласил, когда я приглашу, когда архиерей приедет. Но они пришли, постояли, а потом говорят, приехал как павлин, хвост распустил свой. Ну этот, за ним шлейф-то тянут-то. И ни проповеди, ничего нет. Я, говорит, больше не зову, и они никогда больше не пришли. Прогулка по храму, как Сысоев говорил, я никогда в храм не зову. Я говорю, сам определись сюда, гляди. У нас есть священство. Вот это главное. А где ты с ним встретишься? А в храме ты должен, ну, знать, что и как делается. Но спасение во христе не в храме. А не храмы, храмы, храмы строить. В любом доме, в любом лесу. Везде Господь. Вот у нас отец Наума первая литургия была, где наши склады стоят. Там деревья были разросшиеся. И там прибили дощечку, и к дереву прилепил. И первая литургия была совершена в Потеряевке. Отец Наум Борщуков, еврей, мой крестник, приехал. Вот она живет. Должно же быть какое-то точное определение. Вот Евангелие Тарна, 12 глава, 48 стих, подходит сюда или нет? Это должно определение быть, которое намертво остальное перечеркивает. И мы живем только по Писанию, потому что судить будут по Писанию нас. Да. Так, 3-2-9 минут уже прошло. Давайте прощаться. Полтора часа, чтобы было. Да. Помолитесь, сигнал «Тимус». Сами знаете-ка. Господи Божий наш, хвала Тебя за жертву Твою Голговскую, за страдания Твои за каждого из нас. Благодарю Тебя за этот вечер, за дивное слово Твое, Святую Библию, которое мужи веры сохранили и перевели для нас. В какую тайну Ты ввел нас и дал нам понять, что из-за нас умер Спаситель Христос. Слава Тебе. Услыши нашу молитву, утиши враждующих. Даруй мир Израилю, России и Украине и Сирии. И сохрани наших людей там. И сохрани правителей от покушения на них и нашу страну. Даруй духовное рождение свыше патриарху, епископам, священникам и пастве. Прославься в жизни нашей. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спаси Христос. Аллилуйя. Мир всем. С Богом. С Богом. С Богом. Мир всем. С Богом. Ты понял, начало символ веры. А, символ веры здесь. Ну, есть. А дальше-то тут все понятно. Наши, кто досадит царю или князю, не подгоняется, понесет наказание. О, я не видел вас давно. Никита, ты вот что забыл. Твое? Карточки, да? Да. карточки. Давайте, отключайтесь. Это мешочек тут. С Богом! Спокойной вам ночи. Поехали. Наши, да? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!